Уже больше двух недель не утихают в страсти вокруг процесса ликвидации свалки в промышленной зоне Видного на бывшей территории компании «Экотранс». При этом в социальных сетях распространяются как ничем не подтвержденные слухи, так и откровенная клевета. Одни в кавычках «очевидцы» утверждают, что мусор по ночам не вывозится, а сжигается. Другие уверены, что вывозится, но не на полигон. Убедиться, что и то, и другое далеко от истины несложно. Ночная свалка на территории бывшего предприятия «Экотранс» освещается только прожекторами экскаватора и фарами грузовиков. Подготовленные днём для транспортировки отходы, ночью загружаются фуры. Всего в этот раз было шесть автомобилей с прицепами. Общее количество отходов, которые они вывезли, около 1400 кубометров. Начиная со 2 февраля пошла активная вывозка. Если до 2 февраля максимум вывозилось 500-600 кубов, было даже 1000, то после этого по 1400 кубов с этой свалки вывозится мусор. Практически каждую ночь, чтобы проконтролировать процесс, на свалку приходят местные жители и представители администрации. Водители демонстрируют договоры и специальные абонементы, которые дают право на утилизацию отходов на полигоне Тимохова. По словам одного из водителей, если по каким-то причинам этот полигон не сможет принять отходы, существует ещё один – запасной. Куда возится много бытовых отходов? Тимохов и Храброза, Можайский. Несмотря на постоянные спекуляции и слухи, которыми наводнились интернет-ресурсы, работа над ликвидацией свалки идёт в штатном режиме. Благодаря усилиям пожарных, огонь потушен ещё на прошлой неделе. В эту ночь ни посторонних подозрительных лиц, ни напротив активистов, которых якобы не пускают на объект, здесь нет. Я обращаюсь к тем, кто пытается сегодня настроить жителей на совершенно неправильную, совершенно ложную информацию. Нет этого. Есть плановая работа. Она идёт. После погрузки машины выезжают с территории свалки. Далее по Каширскому шоссе они следуют на МКАД. Полигон Тимохова расположен в Ногинском районе Московской области, в 60 километрах к востоку от столицы. Даже несмотря на позднюю ночь, у проходной полигона небольшая очередь из машин. А вот то, что говорят, что где-то под Володаркой сбрасываете мусор, это правда? Нет, не правда. Ну, как всегда можно. То есть вот так далеко в Ногинский район ездить, да? Да, да. В избежание провокаций на территории промзоны, где находится свалка, постоянно дежурят представители администрации города и депутатского корпуса. Также принять участие в контроле процесса ликвидации свалки может любой желающий. Продолжение следует...